Итак, господи, этот трех командовый поединок в средней весельной категории до 84 килограмма. Мы представляем вам спортсмена. Спортсмен в синем углу. Ему 27 лет, рост 179 сантиметров, профессиональный рекорд, один бой, одна победа. Он представляет город-герой Москва в синем углу. Денис Кириллов! Ева-соверник в красном углу. Ему 24 года, рост 176 сантиметров, профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение. Он представляет город-грозный. Приветствуйте, Якуб Кеттиевс! Рефери-покинка Герман Шевелс. Ну, стоит похвалить людей, которые делают графику, когда в фамилии, производной от имени Кирилл, пишут две буквы «Л». Это правильно, это здорово. Я, как человек, мучающийся от того, что в моем уме тоже все время забывает одну из этих букв, очень этому радуюсь. Молодцы! Все правильно. Ну и к поединку. Подбирается, подбирается немножко вперед Денис Кириллов. И, как ни странно, на проход. Я, честно говоря, думал, что сейчас будет что-то вроде почтальона. Ну и вместо того, чтобы продолжать поединок в таком же размеренном темпе, вполне себе оказался готов его взвинтить. И сделал это Якуб Кеттиев. Серию таких внушительных ударов нанес Якуб Кеттиев. Тут же снова попытка пройти в ноги от Кириллова. Неудачная. Что интересно и, кстати, так или иначе впечатляет, все равно идет вперед Денис Кириллов. Да, идет довольно просто и в проход. То есть, очевидно, не готов конкурировать на руках. Но ведь идет же, да? То есть, есть люди, которые, когда получают по голове, идут назад. Их это условно пугает. А здесь нет. Спортсмен довольно самоотвержен. И понятно уже, что в этом, да, его шанс. Но за него он вполне себе цепляется. Не пасует. Очередная попытка. И здесь с коленом в голову. В данном случае предупреждение. Потому что, судя по всему, неумышленно все-таки это было. По крайней мере, так рассудил рефери. Ему видней. И снова попытка прохода. Вот немножко бы попытаться ее позакручивать, что ли. То есть, вот пройти не просто вперед, а потом еще закрутиться за спину так. Таким бычком. Есть такое выражение в борцовской среде. Но нет. Ну вот, кстати, первый джеб. И попал. Но есть такое ощущение, что не продлится до конца этот поединок. Слишком взрывной манере действуют спортсмены. А я вот с вами, кстати, не соглашусь. Объясню почему. Потому что я видел похожие стилистики несколько бойцов. Вот, например, есть такой в Санкт-Петербурге боец Микинкин. Очень интересный феномен даже в некотором смысле. Он обычно первый раунд проигрывает вот прям в чувствую. Вот прям очень-очень. И по нему много ударов. Дрался он с Ливаном Персаевым, с Зауром Гаджабабаевым. Со многими. С некоторыми успешно, с некоторыми нет. Тяжеловес. Но потом, да, когда человек вымахался, и вроде бы бьют по нему, бьют. Но в какой-то момент сами устают. И тогда уже включаются его борцовские действия. И он либо находит какой-то прием, либо, соответственно, просто переводы его начинают работать. Кто знает, может быть, здесь все то же самое. Потому что мы видим, Денис Кириллов продолжает, несмотря на то, что большое количество ударов пропустил, идти вперед. И не выказывает достаточно, как бы это сказать, не показывает, что ему нанесено достаточно ущерба, чтобы он перестал действовать. Я почему замедлился? Потому что здесь же и замедлился и Денис Кириллов. Кажется, что... Кажется, что может быть именно сейчас и произошел этот самый переломный момент. Что-то внутри Кириллова Дениса может быть прямо сейчас и произошло. Сейчас он уже так откровенно вперед не идет. Ну и я отметил, что в свою очередь Якуб Кидиев тоже достаточно тяжело стал дышать. Все-таки вот эти вот размашистые удары, они дают о себе знать, когда ты их слишком много выбрасываешь. Они всегда в цель. Обратите еще внимание, что в стойке он начал опускать руки. Ну, а что переживать-то? Не бьют же. И сейчас пытается реализовать, накрыл и реализовать эту позицию сверху. Не в нокаут, так пускай хоть технический нокаут. Какая разница? Победа есть победа. Ну, здесь перекрутился на спине Денис Кириллов. Да. Что-то из брэкдаунса нам продемонстрировал. Да нет, но многие бразильцы, грэпплеры так делают. Когда они берут плотный гард, а сохраняют вот этот люфт, там же есть много переходов на руки, на ноги. Можно даже поднять верх человека в этом положении. Немножко времени остается до конца раунда. И мне кажется, что увидим мы раунд под номером два. Уж по крайней мере. Да, времени немного. И сейчас видно, что ни тот, ни другой не хочет спешить. Терять силы. Ждет до окончания этих пяти минут. В принципе, очевидно обоим стало, что все придет в следующий раунд. Поэтому взрываться вот дополнительные, там, не знаю, 30 секунд, к примеру, к минуте перерыва. Разве это лишнее? Нет, не лишнее? Да, есть как раз таки эти 20 секунд, которые они сейчас сохранили еще минуты, для того, чтобы максимально, насколько это возможно, восстановиться. Но видно, что тяжело. Тяжело обоим спортсменам. Да, почему-то один из секундантов не захватил с собой стула. Не знаю, это к лучшему в данный момент или же нет. Ну, мы как-то говорили, что некоторые спортсмены как раз таки не любят садиться именно на стул. Да, а некоторым не дают выбора, как эти секунданты, этот секундант. Да, очень большая разница, конечно, в картинке угловых, каждого из углов. Очень, кстати, интересно говорить про углы в круглой клетке. Вот, но все понимают, о чем мы. Есть, так или иначе, специально отведенное место, которое называется угол. В данном случае просто берите это в кавычки. Оба спортсмена, так или иначе, получили дополнительный отдых к тем 20 секундам. Добавилась минута перерыва. И вот, можно сказать, все с чистого листа. Попробовать бы хотя бы под удары сейчас Денису сделать проход. Может быть, это было бы несколько успешнее. И продолжает снова, да, как в первые пять минут Денис больше поддавливать. Ну и, кстати... И не стоит при этом проходить ноги. Чуть ли не единственный джеб, который в прошлом раунде он выкинул. Он попал. Джеб движения хорошее. Вот, боковым немножко зацепил. Почему бы, собственно, не попробовать немножко покидать? Если от тебя точно ждут прохода, то как раз в этот момент, может быть, и логично было бы ударить. Здорово сработал в корпус. Чуть-чуть на отходе получилось, поэтому не опасно. Но само по себе... Ай, ну зачем так просто-то? Ладно. Все время хочется как-то пожелать каких-то особенно интересных движений. Но нет, предсказуемым в данном случае оказался Денис. И сам он при этом потерял позицию. Сейчас что-то похожее на боковой контроль демонстрирует Якуб Кидеев. Но и при этом сам боец из Грозного тоже... Ну, потерял, судя по всему, достаточно сил. Не свежо так выглядит. Да, тут, как обычно в таких ситуациях, просуждают. Мышечная масса еще требует дополнительного кислорода. Тут, кстати, палка в двух концах. Потому что, с одной стороны, да, постоянно нужно кормить кислородом большие мышцы. Но, с другой стороны, когда у тебя их много, да, то и работа распределяется на большее количество или на большее объем, не знаю, мышц. И, соответственно, с этой стороны, наоборот, проще спортсменам, которые атлетичнее. Вот, поэтому тут этот вопрос нерешенный, дискуссионный и, в данном конкретном случае, не очень сильно имеющий смысл. Поднял, так или иначе, Герихан Шибилов обоих в стойку. Это не всегда вообще от мышц, от их наличия или отсутствия играет какую-то роль. Как вспоминается великий Юрий Алексеевич Гагарин, один из главных людей нашей планеты во всей истории, говорил он так, главная сила человека – это сила духа. Возможно, это стоит применить и к этой ситуации. Согласен, когда физические возможности на есть в ходе, как раз-таки на первый план выходит всегда характер, сила духа. Кстати говоря, здесь, в городе Герой Новороссийский, есть планетарий имени Юрия Алексеевича Гагарина, который я с удовольствием сегодня увидел прямо при выходе из нашей гостиницы. Это было приятно. Пока это самое приятное, о чем думается, пока мы смотрим второй раунд. Почему? Потому что нового рисунка пока не появляется. Спортсмены примерно поняли, чего друг от друга ждать. Сюрпризов не преподносят. И не торопятся как-то особенно развивать свои сильные стороны. Ну, то есть Денис пробует, у него не получается. А Якуб Кидиев понимает, что, в общем-то, он выиграет и без этого, и не старается как-то особенно чувствовать, что забить человека трудно. И, ну, вот все идет в таком пока еще вело текущем режиме. Оба могут, я думаю, больше. Есть ощущение, что у обоих есть какой-то дополнительный порох, второе дыхание. Неплохой апперкот в исполнении Кидиева. Да, и такое ощущение, что чуть-чуть побольше так ожил. Ой, вот здесь зачем так вот преподать-то? Ну, похоже, уже все. Ну, да. Наверное, так показал, что уже преднамеренно. Денис Кириллов упал, понимая, что сил не так много. И да, возможность как можно скорее завершить. Да, надо, конечно, выступать поинтереснее. Поинтереснее Денису. Вот, один проход и один джеб недостаточно дает палитры для поединков на таком уровне. Ну, недостаточно. Или их надо делать на каком-то принципиально более высоком уровне. Так или иначе, пускай. Поединок все равно было интересно. По крайней мере, в том, что что-что, а ударов было нанесено много. Наши поздравления Якубу Кидееву, ну, а Денису Кириллову усердных тренировок и совершенствования мастерства. Вот это вот, пожалуй, от души. Денис Кириллов. Денис Кириллов.